Юлия Гиппенрейтер. Чувства и конфликты. Предисловие к серии. Перед вами четвертый выпуск из серии небольших карманных книжек, которые в целом представляют собой дополненное и переработанное объединение двух моих книг «Общаться с ребенком как?» и «Продолжаем общаться с ребенком так?». Эти книги вышли в печать с интервалом почти в 10 лет, и вторая книга «Продолжаем» была результатом продумывания и обогащения фактическим материалом первой. Таким образом, обе книги были и остаются органически связаны по тематике и моим главным гуманистическим установкам. Вместе с тем они отличались по жанру. Первая книга, по отзывам моих читателей, оказалась очень полезной как практическое руководство. Цель второй была больше разъяснительная, хотелось обсудить вместе с родителями, почему стоит поступать так или иначе, и что происходит с ребенком. Иными словами, если первая книга была больше направлена на действие, то вторая — на понимание. Объединяя материал обеих книг для серии, мы встали перед задачей совмещения жанров без потери ценности каждого из них. В конечном счете было решено сохранить в нетронутом виде текст и последовательность уроков первой книги, разбив его по одному-двум урокам в каждом выпуске, и далее присоединять переработанный материал второй книги. Как наверняка заметил читатель любой из моих книг, я очень люблю примеры и часто обращаюсь к случаям из реальной жизни. Факты из жизни красноречивее слов и мнений, и здесь в каждом выпуске вы найдете новые яркие истории, рассказанные родителями. В целом, цель настоящей серии — помочь родителям осознанно выбирать методы своих действий при жизни, воспитании и общении с детьми. Небольшие объемы выпусков, надеюсь, облегчат пользование книжками. Практика показывает, что очень важно пробовать, чтобы испытать первые успехи. После них родители и дальше обнаруживают чудесные изменения ситуации с ребенком, даже если вначале она казалась им безнадежной. В заключении, очень хочу поблагодарить всех, с кем мне довелось обсуждать проблемы воспитания детей — родителей, учителей, воспитателей детских садов, студентов и слушателей второго высшего образования МГУ, корреспондентов газет, журналов и радио, многие из которых были сами родители. Все участники нашего общения искренне делились своими проблемами и переживаниями, пробами и ошибками, вопросами и открытиями, писали о трудностях и успехах. Ваши поиски и достижения нашли отражение в моих книгах и, без сомнения, вдохновят многих и многих родителей, педагогов и воспитателей на труд и подвиг воспитания счастливого ребенка. Хочу принести глубокую личную благодарность моему мужу Алексею Николаевичу Рудакову, с которым я имела счастье обсуждать не только все основные идеи книг, но также стиль, тонкие нюансы текстов, их оформление и рисунки. В его лице я всегда имела не только строгого и доброжелательного редактора, но и человека, ясно мыслящего и готового оказать эмоциональную поддержку при любой трудной работе. Этот выпуск посвящен двум большим темам, тесно связанным. Первая – о наших чувствах и культуре их выражения. Вторая – о недоразумениях и конфликтах, которые неизбежны в нашей жизни, но могут вполне конструктивно разрешаться. Техника разрешения конфликтов, о которой мы будем говорить в этом выпуске, опирается на два базисных навыка. Активное слушание – подробно о нем в третьем выпуске «Чудеса активного слушания» и «Я-сообщение» – другую базисную технику, с которой мы начнем этот выпуск и только затем перейдем к главе о конфликтах. Часть первая. Чувства родителей. Чувства родителей. Как с ними быть? Активно слушая ребенка, родители прежде всего обращают внимание на его чувства и переживания. Но нередко они задают вопрос – а как быть с нашими чувствами? Кто нас будет слушать? Ведь мы тоже волнуемся и сердимся, устаем и обижаемся. Что нам-то делать с нашими собственными переживаниями? Вопросы эти справедливы. И, конечно, они давно назрели. На этом уроке мы попытаемся на них ответить. Для начала давайте уясним, о каких ситуациях идет речь. Скорее всего, о тех, где больше переживает родитель. Иными словами, эти ситуации обратны тем, которыми мы до сих пор занимались, когда обсуждали эмоциональные проблемы ребенка. Представим себе эмоции родителя и ребенка в виде двух стаканов. Когда больше переживает ребенок, его стакан полный. Родитель же относительно спокоен, уровень в его стакане низкий. И другая ситуация – наполнен эмоциями родитель. Ребенок же особенно не переживает. Вот примеры ситуаций второго типа. Первое. Подходя к дому, вы встречаете собственного сына. Лицо измазано, пуговица оторвана, рубашка вылезла из брюк. Прохожие оглядываются, улыбаются. Вам же неприятен вид сына и немного стыдно перед соседями. Однако ребенок ничего не замечает. Он прекрасно провел время. А сейчас рад встрече с вами. Второе. Малыш с энтузиазмом катает по полу свою машинку. Вы торопитесь на работу, сын мешает, путается под ногами. Одним словом, раздражает вас. Третье. Подросток опять включил магнитофон на полную катушку. Вам это страшно досаждает. Итак, что же делать в подобных случаях, а именно, когда родители переполняют эмоции? Правило первое может показаться парадоксальным. Если ребенок вызывает у вас своим поведением отрицательные переживания, сообщите ему об этом. Правило говорит о том, что чувства, особенно если они отрицательные и сильные, ни в коем случае нельзя держать в себе. Не следует молча переносить обиду, подавлять гнев, сохранять спокойный вид при сильном волнении. Обмануть такими усилиями вы никого не сможете. Ни себя, ни своего ребенка, который без труда читает по вашей позе, жестам, интонации, выражению лица или глаз, что что-то не так. Ведь именно через эти несловесные сигналы передается более 90% информации о нашем внутреннем состоянии, и контролировать их очень трудно. Через некоторое время чувство, как правило, прорывается и выливается в резкие слова или действия. Как же сказать о своих чувствах ребенку, чтобы это не было разрушительно ни для него, ни для вас? Правило второе. Когда вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите от первого лица. Сообщите о себе, о своем переживании, а не о нем, не о его поведении. Вернемся к нашим примерам и попробуем, применяя правила первое и второе, сконструировать ответы родителей. Они могут быть такими. Первое. Я не люблю, когда дети ходят растрепанными, и мне стыдно от взглядов соседей. Второе. Мне трудно собираться на работу, когда под ногами кто-то ползает, и я все время спотыкаюсь. Третье. Меня очень утомляет громкая музыка. Заметьте, все эти предложения содержат личные местоимения «я», «мне», «меня». Поэтому высказывания такого рода психологи назвали «я» сообщениями. Кто-нибудь из родителей мог бы сказать иначе? Первое. Ну что у тебя за вид? Второе. Перестань тут ползать, ты мне мешаешь. Третье. Ты не мог бы потише. В таких высказываниях используются слова «ты», «тебя», «тебе». Их можно назвать «ты» сообщениями. На первый взгляд разница между «я» и «ты» сообщениями невелика. Больше того, второе привычнее и удобнее. Однако в ответ на них ребенок обижается, защищается, дерзит. Поэтому их желательно избегать. Ведь каждое «ты» сообщение по сути содержит выпад, обвинение или критику в адрес ребенка. Вот типичный диалог. Когда ты, наконец, начнешь убирать свою комнату. Обвинение. Ну хватит, пап. В конце концов, это моя комната. Как ты со мной разговариваешь? Осуждение – угроза. А что я такого сказал? «Я» сообщение имеет ряд преимуществ по сравнению с «ты» сообщением. Первое. Оно позволяет вам выразить свои негативные чувства в необидной для ребенка форме. Некоторые родители стараются подавлять вспышки гнева или раздражения, чтобы избежать конфликтов. Однако это не приводит к желаемому результату. Как уже говорилось, полностью подавить свои эмоции нельзя. И ребенок всегда знает, сердиты мы или нет. И если сердиты, то он, в свою очередь, может обидеться, замкнуться или пойти на открытую ссору. Получается все наоборот. Вместо мира – война. Недавно мне довелось присутствовать при разговоре 11-летней девочки со своей мамой. Девочка была расстроена и вспоминала, плача все свои обиды. «Ты не думай, что я не понимаю, как ты ко мне относишься. Я все вижу. Вот, например, сегодня, когда ты вошла, и мы слушали музыку, вместо того, чтобы учить уроки, ты разозлилась на меня, хотя ничего не сказала. А я видела. Видела это. Можешь не отпираться. Я поняла это потому, как ты посмотрела на меня, даже как повернула голову». Такая реакция девочки была прямым следствием скрытого недовольства ее матери. Я подумала, какими же тонкими и наблюдательными психологами бывают наши дети. И какой урок преподала эта девочка маме, разбив холодный лед ненужного молчания и дав выход своим чувствам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!